Здравствуйте! Мы с вами на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о фундуке. Фундук это довольно-таки интересная культура для наших садов. Многие не знают, что фундуки сортовые, они очень урожайные, очень урожайные, и их можно растить в каждом саду. Если осенью посмотреть на плодоносящий фундук, кажется, что усыпан плодами, по ведру по два можно с куста собрать, но, с другой стороны, если не знать все нюансы по выращиванию, по обработке, по уходу, то вы качественных фундуков не получите. Поэтому наша с вами задача сегодня разобраться, как вырастить фундук и уже на взрослом дереве собрать ядро два фундука и целую зиму наслаждаться урожаем. В свое время я у тебя на участке посадил четыре сорта фундука. Это московский, варшавский, красный, барселона и сирена. Все эти фундуки имеют какие-то свои плюсы и минусы. Если говорить о московском и варшавском, это краснолистные фундуки. Они и декоративную роль на участке создают. Особенно весною листва бордовые и необычно даже они смотрятся на фоне зеленого сада. Многие ко мне приезжают знакомые и спрашивают, что это за такая красотень. Но к осени уже эти краснолистные фундуки немножко листва теряют свою окраску. Но с другой стороны молодые побеги, они тоже отрастают и показывают, что они краснолистные. Из зеленолистных фундуков очень хорошо зарекомендовал у меня в саду. Это сорт Барселона. Это поздний фундук. Если мы краснолистные собираем в конце августа, то с Барселоной торопиться нельзя. Потому что вот я сейчас прихожу к кусту, оборвал орехи и начинаю из скорлупы их вылушивать. Они еще с трудом вылушиваются. То есть это показатель того, что орехи еще должны у меня повисеть на кусту. Тем более погода стоит теплая, они еще дозревают, набирают плотность. И даже вот я каждый вечер соберу в карман себе один сорт, второй. И вот этот Барселона зеленолистный, он крупный, крупнее других орехов. Но я когда его начинаю пробовать, он еще чувствуется, что не набрал своей плотности, не набрал своего вкуса, такой молочной спелости, можно сказать. И поэтому им еще надо недельку-две повисеть. Есть у меня сорт Сирена. Он небольшой орех по размеру, но ценность его в том, что он хорошо вызревает. Хорошо вызревает. И хорошим является опылителем для соседских фундуков. И поэтому у меня рядышком растет там Московский, Барселона. Они опыляются хорошо. И я каждый год вижу прекрасный урожай этих фундуков. Бывает даже проблема, как весь урожай собрать. Год 10-20 назад, когда были суровые зимы, и фундуки себя не так проявляли. И урожайность их была плохая. Бывали годы, что они вообще не плодоносили. Люди просто ходили где-то в лес и собирали лищину. Ну, если урожайный год, то вы можете и в лесу собрать хороший урожай. Но именно сортовые фундуки, они всегда дают урожай при хорошей агротехнике. Что такое агротехника? Первое. Правильно посадить. Правильно посадить в хорошую поршу плодородную. Расстояние между фундуками где-то надо делать 4 метра. Вот у меня они посажены через 3 метра. Вот они уже разрослись, им больше 10 лет. И я их постоянно обрезаю, прореживаю, чтобы они друг другу не мешали. Но, с другой стороны, вот эта обрезка весенняя, она как бы повлияла на урожай. Кроме того, что в этом году такие были благоприятные климатические условия для цветения фундука. Ну и то, что я обрезал, все питание пошло в оставшиеся ветки, в крону. И они хорошо завязались, фундуки, и дали хороший урожай. Как посадить? Я обычно выкапываю ямпу где-то сантиметров на 70, глину выбрасываю, добавляю перегноя, перепревшего навоза, перемешиваю это все и сажаю. Обычно, где-то уже на 3-4 год сортовые фундуки, которые выращены вегетативно, они уже начинают давать урожай. В какую почву сажать? Ну, желательно сажать фундуки в плодородную, нейтральную почву. Они тогда получают питание, корневая система у них очень мощная, она по земле расходит на метра 2-3, и поэтому они находят питание для себя и хорошо плодоносят. Регионы, какие благоприятные для выращивания фундука? Это, будем говорить, раньше они выращивались. Крым, Украина, видите, сейчас они дошли до Белоруссии, и даже на севере Белоруссии они прекрасно выращиваются. У нас, у деревни, у моих соседей, у многих, растут фундуки. Они насмотрелись у меня на этот дикий урожай и у себя посадили. И когда приходит май-июнь месяц, я всех хожу и предупреждаю, обрабатывайте каждую неделю фундуки. Так же, как вы сад обрабатываете, так же надо и фундуки обрабатывать. Обрабатывать от плодожорки и обрабатывать от болезней, потому что любые фундуки, то ли они в лесу растут, то ли в саду сортовые, они поражаются плодожоркой и поточенные превращаются в пустые орехи, если их не обрабатывать. Поэтому я, у меня есть схема обработки сада, сад я обрабатываю каждую неделю, май-июнь и обрабатываю фундуки. Обрабатываю фундуки фунгицидом, это скор, хорус и добавляю туда инфектициды. Это каратэ, би-58, то, что у вас под рукой есть. Но надо регулярно обрабатывать, потому что бывает, что на дереве мы уже видим завязавшиеся орехи в виде завязи, проходит две недели и они все осыпаются. Вот был у меня пример два года назад, я уже ходил и считал урожай, а попали они под неблагоприятную погоду, заболели и вся завязь осыпалась. Было очень жаль. Если вы из семян вырастили фундуки, сиенцы, и поставили цель посадить, например, себе краснолистный фундук, по чем вы можете это определить? Вот смотрите, листочек у нас осенью осыпается, когда мы его сажаем, а почка остается, и почка, видите, красненькая. Это краснолистный орех. У зеленолистного ореха почки будут зелененькие. Обычно в последние годы бывает обильный урожай фундуков. И если взять там 5 литров, собрать фундука, вечером можно его зрелый перед телевизором сесть, спокойно получить. Но когда вы собрали 5 ведер фундука, и надо его получить, тогда уже надо какую-то механизацию придумать. Каким образом? Вот что я придумал. У меня есть дрель, у меня есть насадка, бочонок. Я туда насыпаю ореха, где-то пол ведра. И что из этого может получиться? Давайте посмотрим. Вот они очищены. Итак, я вам показал, как можно за 5 минут почистить ведро орехов. Если вы хотите, чтобы эффект был стопроцентным, при сборе орехов я обычно орехи нечищенные в оплетке ложу в ящики. В ящиках они немножко подвялятся несколько дней, тогда они уже отстают от оплетки. И вот при такой технологии бочка-дрель практически стопроцентно они чистятся. Мы сегодня с вами вели речь о фундуке, о его сортах, о всяких нюансах по выращиванию. Рекомендуем вам подписаться на наш канал, потому что в следующий раз мы с вами заведем речь о том, как можно развести несколькими способами фундуки и получить хороший урожай. Всех вам благ! Субтитры создавал DimaTorzok